Попасть в отдел ЖКХ в последний день приема документов по линии казахстанской ипотечной компании оказалось непросто. Вход надежно оцепили сотрудники правоохранительных органов. Внутри здания пускают только пофамильно. Часами люди, желающие получить жилье от государства, вынуждены мерзнуть на улице. Причину столь гостеприимного приема никто не объясняет, уверяют горожане. По словам присутствующих, непрерывная давка у стен ЖКХ продолжается уже не один час. Фамилии очередников объявляют в рупор, а затем буквально вталкивают их в двери. Выйти по-человечески обратно тоже не получается. Из стен здания посетители выпихивают, закрывая следом двери. Выдержать такое сможет не каждый, отчего некоторым становится плохо. Попасть внутрь здания не удалось и нашей съемочной группе. Не пустили представители правоохранительных органов. Как оказалось, подобная картина сотрудников сектора жилья вовсе не удивляет. Столпотворение во время приема документов по линии КИК – дело вполне привычное. Многие граждане здесь состоящие думают, что данное жилье аренда, будем платить элементарно какую-то мизерную сумму. В объявлении мы везде показали, что квадратный метр стоимости одного жилья аренды будет составлять 913 тенге. Это и то ориентировочная минимальная сумма, которая сегодня дает КИК. То есть, если, например, человек будет получать 60 квадратов двухкомнатные, в среднем он будет 60 тысяч ежемесячно в течение 20 лет платить. То есть, не всем по карману будет платить? Да, не всем по карману. Поэтому обязательно будет проверяться банком платежеспособность каждого человека, доход каждой семьи. Только при платежеспособности будет даваться добро и распределяться квартира. В этом году по линии КИК реализуются 492 квартиры, в их числе одна, двух, трехкомнатные в 17-м микрорайоне и Кайт-Пас-2. Списки очередников будут сформированы и опубликованы на сайте Акимата города в ближайшие дни.